робот енафа андреевна ты старшая младшая какая старшая в семье старше в семье сейчас те сколько лет уже 20 20 лет ну и что-то за 20 лет поняла ничего не про себя что тебе нравится в жизни ну некоторые скажем так установки у меня есть уже мировоззрение ну а там это тяготеешь вообще ну да например не знаю рисовать там или плясать или бегать танцевать не знаю там плавать вот плавать люблю дядя грина учил хорошо плавать всегда в детстве воду любила так чем еще книги читаю немного но только как старшие сестра ты за младшим постоянно смотрел ну у нас слишком маленькая разница между нами поэтому всегда дружка следили в равной степени но во сколько даже не погодки вы а мы трое погодки последний младше 4 он немножко отстал на 3 года от сестры моей а так мы погодки все ну под два месяца полтора года между нами разница то есть ты как роль помощница мама на себе не примерил почему пример его примерила в некоторой степени так мама старалась меня от этого не подгородить и в этом рано школу отдала чтобы не было на нее но ты во сколько в 6 лишь 6 пошла в школу не было 6 получается в год полный лет без половинки ну и чё как там учителя эти нравились ну ольга герберта на моя преподавательница у нас проблем то что у нее имя и отчество и фамилия были очень труднопроизносимыми для ребенка который не выговаривает половину алфавита ольга герберта герберсгаген ольга герберта герберсгаген ольгу ольга герберты герберта на герберта на то есть у нее был отец герберт да прекрасно а герберсбаген герберсгаген это немецкое что-то да герберсгаген да это я уже выучилась ходил галаре 4 то года ну и что она ругалась что-то меня не можешь выговорить или что ну скажем так знаете никакие неприятно когда твое имя например у меня не сразу за выговаривают даже если это дети а тем более долгое время я и плохо писала ее имя ну я особо грамотно и когда пришла в школу читать толком не умела даже не то что толком вообще считать не умела я мам потом учила только зимой на научилась нормально читать сама первым книгу прочитала ну и писать тоже вам рассказывают то что на тревоге на моей тетрадке там написано зачеркнута проплакана сразу видно что слезы еще раз зачеркнут это против написано но проплакана почему прошло контент то что не получалось ну и что они у всех все сразу получается ну у нас было в классе 4 человека и получалось у всех кроме меня мы семья еще с детства отвратительный почерк очень отвратительный но ты по этим рисовала по прописям прописи были и в четвертом классе были прописи и все время были прописи потом я на это дело прямо сказал ну раз не получается зачем мне что-то менять научитель смог расшифровать хотела почти даже я иногда не расшифровываю про учителей ночью но сейчас как уже на другое почерк или как нет такой же все так же беспорядочный я понимаю что я пишу остальную вот мир в колледже это неважно было там на экзамене пишу что-то более-менее печатают а там основном устные ответы а для себя на лекциях я нормально пишу меня никто не брал списывать по определенным причинам по этим самым ну и все забывайте что я левша и мне немножко труднее дается но у нас левшие так понял это зазирают вообще так на первое время а потом наоборот говорят что левша творческий человек знаете такое спорно это как будто говорится все правшие стопудово математики и физики ну тоже некой стереотип ну да да поэтому я всегда спрашиваю как ты пишешь левой рукой так же как вы правой это конечно смотрится немножко неестественно но это нормально это смотрится для моих классе было всегда это такое а четыре человека это но ты где училась 99-я школа на крайне города поселок лесной и школа поселок был маленький тогда по крайней мере сейчас там около 500 наверное если не тысячи учеников но большая стала ну а тогда в школе во всей было 44 ученика и нас было вот четыре два ребенка семи лет два мальчика и две девочки моя ровесница даже чуть постарше на пару недель . альки херберта она у вас ну у вас разные же учителя было были я так понимаю преподавал до какого класса после пятого класса 5 класса на другая преподавательница была на целый класс там 20 человек 22 человека на больше класс стал не скажу ничего просто классно руководить и преподаватель английского языка ну вообще ну а ты знаешь что вот это самые элитные школы они так то есть за это очень большие деньги платят в москве там или в англии где-то чтобы так занимались чтобы мало как людей был в классе ну а у нас это была необходимость за того что ну то есть просто и получила элитное образование можно сказать имеется ввиду что каждому подход такой вот ты может быть этого не оценил пока я не оценила наверное потому что не особо любила не всегда выставляется то что меня все время ругали вот всегда в классе ругали меня но ну ночью я сейчас тебя не ругают зато зато сейчас не ругает но я стараюсь не усвечиваться чтобы меня не ругали но почему она ругала вот и мою одноклассницу настю девочку ну настя на отличница была прямо не прекрасный почерчка у нее прекрасные оценки и я раздолбайка ну а ты подожди ну как раздолбайка ну то есть ты не усидчивая была или ленивая или просто не получалось наверное все вместе но потому что я например тоже по-разному учился в школе вообще у меня и тройки были и даже двойки были школе на школе как-то гонялись этим что у меня троек не было до первого класса до четвертого класса не 4 классе еще не было этом как там уже пошли немножко тройки потому что у нас тоже ну если люди видно хорошо учила что преподавала все предметы просто мыши я то что да не оценила в свое время ну и она сейчас жива еще жива даже преподает на домникам преподает как я слышала но вы встречались как-то у вас есть там встречи выпускников там или сейчас пока я встречу выпускников не забывайте что я ушла из девятого класса обычно как я знаю для девятого класса не делать вся чего песняков выпускников я не встречалась почему у нас хорошее отношение как преподаватель нас прошу как у меня дела и спрашивают у нее как у дела там говорим и пойдем но это кто поселке живет я знаю вот и периодически встречаемся вот а ты у нас кого-то знаешь там вот кто на занятие выходит по библии там те кто проходит я знаю но а вот наталью сад и полуза я вот с ней общался она встретила к там полу тоже преподаватель было и она и научила говорит ты прежде всякого дела ты молись богу молись проси господи благослови ольга гербертона не я не была не это мучила у нас наоборот были некой конфронтации что мама верующим и на вот устроил там динам религиозно типа вот теория дарвина когда на преподавали я сам говорил нет это не так библии написано что бог говорит по-другому было такие вот споры были и про ну там некоторые такие вопросы были ну а это хорошо она преподавала именно скажем так светской точки зрения ну понятно ну а знаешь как вот верующие отлить отвечает обычно они говорят но я то вот например я до университета до 26 лет даже уже университет закончил я не вообще бога не верю и я отвечал просто как отвечал они верующие они обычно так говорят ну вот в книгах написано так но на самом деле это не так но вот но то есть он отвечает по книге вот тогда то есть но на самом деле вот так то есть и ему пятерку ставит положим поэтому но я не согласен с этим но вот если вы хотите чтобы по книге ответил вот по книге так но я в это не верю да ну вот так вот отвечает ну я была ребенком и спорила до слез спорили понятно но тебе как это вообще у тебя отношения вообще с богом какие то есть личные или ты вот как бы живешь по иммерции есть бывает такое просто когда в семье верующих вырастают ну не было такое когда еще сейчас я как-то более-менее от этого отхожу но все таки откладывается отпечаток в этом плане то что когда люди приходят верующие с горящими глазами там такое услышал такое там такая благодать кто многие говорят и для меня это немножко странно потому что я это всю жизнь слышала я это все знаю я знаю молятся у нас храбьев поют все слова зная их еще и перевожу периодически и это язык глухонемых же знаешь да я знаю язык жестов называется язык жестов да да вот и для меня я не не чувствую то это подъема я в других чувств а вообще вот ты язык жестов каким образом вообще почему-то его начну отец глухонемой да он самого рождения тогда но нет он не родился мухонемым он стал таким как я знаю мама понять не рассказывала бабушка тоже мама рассказывала что как он в детстве до стороне воспринял легких получил и до лечения которые могу представить сказали либо жизнь и кухонемой его бабушку моя мама его мама моя бабушка сказала что так просто будет и он стал к нему то есть там какое-то ощущение которое его спасло но при этом такую последствию и не то что скажу точно вот такая вот такая версия моя информация папа сама не рассказывает и бабушка тоже не говорила об этом понятно но папа у тебя насколько я знаю он очень такой работяга и рукастый очень человек но я так понял что там горе просто его одолела одна любовь да к сожалению так и есть но это ты это наблюдаешь с прямо с детства и и как вообще просто ну ты можешь конечно рассказывать просто знаешь многие в этом же живут таком же да и могло быть полезно узнать потому что насколько это вот тебе для меня это главное эти примеры я скажем так точно в своей жизни на и как нельзя делать какие нельзя заводить семью как они должны быть семья как вы скажем так точно не видеть какого мужа и знаю что делать что не было так а что делать чтобы так не было ну во-первых перри перед браком обговорить этот вопрос скажем так взять честное слово верующего человек ну берущий человек чтобы этого точно не было во первых нужно узнать друг другу намного лучше чем поговорить с другими таком и узнать скажем так не что там было до этого потому что если бы нам это сделано уже что-то другое было послушать советы о том говорят подумать раз то надо не надо и потом если скажем так что-то произойдет не раздумывая уйти но церковь благословляет если такой случай я считаю что я думаю я так оппозиция что если что-то на поднимет руку выпьет в немнимаем состоянии придет просто уйти это неверующий человек это уже не твой муж другой человек он тебе перед богом гулялся что не будет никогда этого делать он взял на тебя ответственность когда он начинает так себя вести маргинальный грубо говоря поведение это не твой муж ну а как-то на вас это отпечаталась но ты как старшая сестра наверно понятно что вы погодки но у вас там вообще вы дружны между собой были еды сейчас что-то не стали более дружные ну выводились контакт начали открываться отец был с собой на суровом человеком воспитания даже очень суровым вот мама строгая была и у нас это такое более закрытое некоторые там приемные правила что нельзя туда делать нельзя перед отцом что-то делать например вот и часа к тому старались вот этих правил отходить потому что ну для меня например для меня это неестественно мне не нравится это я хочу по-другому жить плюс наверное то что я была более закрытая стала для меня проявление эмоций брали не чувств на публике там обнять этот поплакать меня это было нечто такое странное естественно ну и плюс я не знаю как других семья происходит когда отец что такой другой отца к сожалению этого я не знаю как отцы ведут себя по-другому как можно вести себя и такой семье в которой и каждый день не борешься что-либо да ну вот я в такой семье вы вырос на это другое совершенно но твой опыт гораздо цене эти господь он вешал скажем так закалился и повидала и у меня есть некий опыт ну и более более может приспособленных жизни скажем так не пропаду ну вот да в этом плане если вы такую такую ситуацию попаду я знаю уж как действовать и может даже какой-то началом любых отношений любых общения всего что тебе не нравится сказать рамки сказать знать этого человека хорошо так чтобы но первых когда ты должен ходить замуж должен быть той человек который дал тебе бог то я как выглядит одноплоть общее вера общие мысли и когда ты понимаешь что именно то что твой человек помнит он не обидит тебя он не будет так поступать как во-первых во вторых ну реально если такое происходит если даже рукой ударил сразу идешь полицию соответственно снимаешь попой или там что-то вот это говоришь дешев батюшки говоришь это и общаетесь и говорит что я не хочу возвращаться то что один раз сделал второй раз делает как бы но можно братьям сначала пути ну обративая братьям батюшки там мужчине скажем так который может повлиять на это дать чтобы они рассудили как говорят к властям не сон не обращайтесь вы духовные говорит они вас ну это уже крайне побои если есть и ксена надо снять и дать чтобы скажем так вес иметь если это повторится если человек не уйдет тем более скажем так он зависимости не надо что эмоциональная духовная зависимость человека что в каждый раз возвращаться это ненормально нездоровая слушая мама получается они с отцом познакомились он уже был глухонемой если он в детстве да и было 26 лет как я 25 на 6 на замуж вышел на ваша сама часть не родила вот так а ему было за 30 и она значит тоже язык жеста знал он ее обучил ты получается с какого возраста сама ходишь вообще в храм тогда как сама ну то есть вообще да как у тебя это ну как сказать сначала меня мама водила с нас вернее всех даже помню как это все было смутных деталями конечно но помню вот потом с мама ходила сама есть если мамы там столько с мамой ездить а первичек такого потом мама заболела сама ездила с братьями с ребятами сама она бывала ну то есть ты прям с детства с маленького возраста маленького возраста я кричитилась и мама мне водила из раннего дня стояния ходила но ты ходила ну что-то понимала вообще как как это было или там попадала ли к тебе библии в руки например выпили мы с мамой читали у нас как-то так это было интересно даже маму осталось все так более увлекательно делать чтобы нам интересно было вот храм знаете сначала мне было очень тяжело стоять это было ужасно не то что задать точность на молитве или всем этом мне было тяжело стоять долгое время потом как-то начало что-то там краем уха сначала было смутно непонятно что вообще пойдет потому что свод церковно-славянский потом начало кто там салат не то что прям понимать смысл а вспоминать слова то что поется потом это начало более старших то более-менее понимать что там происходит потом стала понимать достаточно и стала переводить кухонимым там уже более на русский перевод было и плюс я как-то как его приводила часто бывало что некоторых то что читается молится в нету в книге которые там есть я показываю приходится переводить а что перевели надо понимать о чем говорить чтобы доступным языком перевести кухоним и ну и вот так пошло что я понимаю что происходит сейчас то есть богослужение сейчас понятно уже непонятно да многие всю жизнь ходят в храм и мне понятно даже 10 это во первых как-то мамы более-менее еще немножко под поднесняла мне пыталась как-то это все объяснить что ты я не бы даже спрашивала ее что-то что это означает как-то а потом попалась русская адаптация не повезло в этом плане то что ну и вот накладывается то что не скажу так переводить я вот до сих пор например так поверхностно знаю как она устроена выбора нет мне надо если не понимаю что либо табина тарапари которые никогда до этого не слышала я пытаюсь адаптировать это по ней и понимаю вообще смысл о чем поется и не своими словами и тамаре показываю ну ханимой она сейчас ходит тамару она ходит на меня был перерыв она и уже около 80 лет она уже очень старенькая плохо видит вот я был операции на глазу и я перевожу раньше было много ханимы когда я стала переводить мой отец сказал что суп переводчик плохой я переводила ушли они все почти ну может они не поэтому шли знаете но его аргумент очень был такой некоторые стихи даже комичный ну а вообще вот здесь городе в барнауле здесь есть общество глухонемых какой-то ты туда ходишь сама а почему ты же умеешь меня любить и досказал так и повод подтянешь как раз а мне это скажем так особо я там что там это больше светская это я больше православным перевода занимаясь в реальной жизни это не нужно то подпантоваться говорится но вдруг ты себя мужа верующего найдешь глухонемого почему-то это вычеркнула возможность нет и работящего что я не хочу в их немало мужа но это тебе так знаете опыт с отцом что ли он тебя так же не то что опыт просто я знаю что они мы какие особенности есть и мне как человек услышавшим хоть и я и воспитываю хрень то что вы понимаете москва второй родной язык грубо говоря так но я понимаю этого и понимаю что мне будет например с отцом я не могу ему многое объяснить когда пытаюсь ему объяснить что что-то не так вот это очень сложно потому что когда ты разговариваешь ты можешь выпреснуть эмоции высказать языке жестов нужно запомнить еще какие-то жесты еще приведите от окне просто не хватает слов зачистую жестов я просто ему пишу а он мог все ну а правда говорят что они очень обидчивые частые мнительные уходят очень мнительный перед ним смеяться это означает что он считает что с ты смеешься над ним когда ты разговариваешь с кем-то и он рядом стоит надо обязательно перевести обязательно потому что он хочет быть в курсе там что друг говорит о нем что-то друг от тебя вы что-то плохое вот это нехорошо для него нет этого тоже не особо нравится мне кажется даже порой что эту черту я даже заимствовал мне она прям не нравится иногда такой вот боясь этой черты даже есть ну а как у него вообще как тоже с богом отношения ты можешь проанализировать вообще он хоть иногда хоть когда-то он был верующим скажу он был верующим он был очень до моего рождения наверное даже а потом что вдруг произошло именно вот это в алкоголь так повлияло скажем так как я знаю из сковора каких-то обливков информации он молодостью до того кстати верующим прикладывался любил это тело у нас жили все семьи со всех сторон это дело любит ну вот эти как огня надо бегать вот именно это мой сквозь именно проклятие грубо говоря вот все но знаю так проклятие действует то есть проклятие действует не так что ты неизбежно ты пойдешь а если ты этого а если ты начнешь то она тебя уже затягиваю короче зависимость у нас есть алкогольные сигаретные вот отец вот как это дело было у него потом стал верующим а потом видим расслабился и я его подцепил его за ближние и произошло то что случилось а он по писанию верующие или ты как не знаешь или просто знаешь есть по традиции верующий который ну там ходят храм вроде здесь хорошо мои бабушка дедушка не были верующие наоборот даже сказала так они были не в восторге от религии моего папы а как он уверовал ты не знаешь что подруг как он как я знаю у нас была уханимая валентина ячук вот она вроде как знакомую по знакомству хотим их привела и отец был один и как я знаю из них но это не точная информация к сожалению этого не знаю он скажи так его душа для меня потемки он никогда не со мной эту тему не разговаривал я с ним не разговаривала а почему попробовать не хочешь говорить потому что никогда не хотела это видишь как за него христос умер вот как тебе это я знаю ты же понимаешь это ну да просто он сам никогда не хотела этого но он неужели начнете кидаться на тебе с кулаками если ты просто спрашиваю папа а вот ты можешь рассказать как ты уверовал ну то есть может быть понимаешь ты можешь коснуться каких-то таких струн души что в нем что-то там перевернется почему ты знаешь вот как мы тут я тут дал не не божественный совет мне позвонили я дал не божественный совет я сказал ты можешь не договаривать священнику чтобы он тебя покрестил ну то есть он тебя спросит и крещен ты скажешь нет а подробности не говорит что тебя без веры принесли в храм и значит крестили тем мочением и прочее ну то есть и деньги заплатили все это не надо говорить ты говорю просто скажи что я изучал вопрос я не крещеный а я почему неправильный совет потому что я вычеркнул бога здесь а как а как я вычеркнул а вот если человек подошел к священнику к таку ну к любому на которому он бы подошел и он бы ему все рассказал полностью сказал что не важно что тот бы сказал важно что он увидел бы тот священник что тут ревность совершение таинства по вере кто будет веровать и креститься спасен будет то не верить и осужден будет кто не будет веровать второе он бы увидел что человек ревнует о полном погружении третье что симония плата за таинство это плохо он увидел вот эти три вещи и неважно крестил бы он его или нет это нужно было для того священника которому он пришел бы а я цель чтобы его покрестили поставил выше того что господь может быть предусмотрел об этом священнике тоже да и ты возможно то же самое делаешь когда ты уже понятно что столько лет с отцом пью чем это но это просто нереальное что-то но понимаешь может быть господь как раз сегодня меня тебя послал чтобы ты с ним потом когда-то поговорила на тему того как-то уверовал просто расскажи и может быть это его развернет куда-то ты можешь не хотеть этого но может быть это ему будет полезно вот антоний сурожский предположим он интересную такую мысль эти пришлю видео он горит меня спросил один офицер что ли говорит вот ну ягод понял вы верите в бога а в кого верит бог я подумал а бог верит в человека вот эта интересная мысль и он действительно в каждого из нас верит как своего ребенка и о каждом печется и возможно ну что-то коснется надо подумать какие слова ему сказать правильный отсут то есть послушать сначала что он скажет а потом может быть сказать что господь то верит в тебя меня и про блудного сына можно ему притчу напомнить ты можешь гулять там в миру в этом блудодельным и развращенным но потом если ты вернешься к отцу он все для тебя лучшего лучшего теленка все сделает с распростертыми выбежал на встречу помнишь когда он был может быть можно думать подумай просто потому что понимаете мне тоже есть такое в этом не конечно не доверие то что его вниз не изменилось ведь мамы ни капельки а она с ним на эту тему разговариваю я знаю она говорила ему об этом о многом говорила что не изменилось ничего он наоборот только еще усугубился у него может быть нет нет только середины прибавилось ну значит изменила но может я не знаю любил ли вообще на моему а он эмоциональный вообще человек но эмоционально только под градусом или эмоциональный вообще в принципе агрессия не расти на смысле а эмоциональный а в таком смысле ну да почему он испытывает эмоции но первых как сказать и я из дома свое время бывало не так часто и он тоже не особо часто бывает дома бывал дома да я старалась не пересекается потому что были прецеденты что на что я боялась его понят да еще все его боюсь не оставил радость на всю жизнь и у меня была мама ну и как бы мне вышли на то что я сама по себе когда так свои мысли какие-то валятся в головке моей чудный и там своим у заключения и этом плане ну к верующим надо прилипляться чтобы веры чудные мысли твои они были сверяемы с писанием и чтобы они тебя немножечко рубаночком или как это кто-то говорит что мы как камешки такие не обтесанные а чтобы в церковное здание попасть мы чуть-чуть начинаем друг друга обтесывать и когда кругляшок получается из нас вот раз сразу и он на место встает и церковь получилась поэтому ты ну выходи там на занятия к нам эти skype нужны вот не надо его обновлять эти там инструкцию через игоря владимировича послала я знаю было платье автоматически у меня берет отключить надо обновление дает когда я скачиваем приложение любое новое он автоматически новая версия вот там надо отключить я прям целую инструкцию составил там благодаря назову лечка у нас остального посмотрим то что главное чтоб телефон вообще поддерживает разряжается отключается лагает старую сторону ставить и отключить все это дело ну вот хорошо но вот например писание там у тебя получается вообще читать там хотя бы не знаю там раз в неделю разведе и толкованием евангелия ну и как тебе вот ну только честно ты сейчас не на экзамене а просто ну насколько тебе вообще откликается то что ты слышишь там читаешь не все что что-то может быть тебе сейчас конкретно какой-то стих который тебя сейчас волнует ты на нем о нем думаешь например не знаю есть такое или у тебя просто сейчас идет но очередной какой-то этап прочтения второе я раньше это было скажем так поле как игра потом как-то было более бездумно это сказала бы я эти истории сколько тысячу раз слышала и просто много вариаций вспоминала об этом сейчас как-то пытаюсь это все более глубоко в них подумать об этом с какой-то точки зрения другой и мышляю даже об этом и что-то получается потому что я с этого детства раненых борюсь на этом всему собственно соку и некоторые части уже делаются бездумно воспринимается бездумно как референдум скажем так а как это то есть вот как то например прочитали там марфа избрала благую часть марии марии сборала марфу горит что-то горит печешься о многом вот мария избрала благую часть ты как-то вот себя ты где марфа или мария ты там на стол накрываешь или ты все-таки у ног христа хочешь сидеть больше на себя это не прицелила но вот а сейчас есть и подумать а сейчас если подумать наверное если бы когда к нам пришел насос я бы занялась делами марфы что повкуснее все дай что порадовать человека там постельку постелить печку положить в печку засунуть пирожка сварить с него да вот такого плана наверное бы занялась больше миском первую очередь подумаю потом уже когда все такая уставшая уже все ну давай гостеприимство в рамо оказал ему до гостеприимства в рамо да все дала бы все шума голодать всего и потом поговорили бы так вот наверное было бы ну как сейчас вот я тоже вид что все сначала это потом уже вешаем их и говорили ну так ну хорошо то есть вот я сейчас например себе поставил задачу пройти основные притчи по новой с толкованием вдумчиво спокойно и понять как это ко мне относится каждый из них что-то для себя там найти полезное может быть даже запишу это все на видео потому что все равно читаю включить камеру ничего сложного и ну не такого нет ну да это забывайте что у меня недавно только подростковые гормоны поиграли еще поигрывают внутри есть некоторое такое скажем так противление бывает такое иногда пробивается и я стараюсь проецировать это в другом месте скажем пользу ближнего надо искать просто и все вопрос решенный будет ну вот когда например тамаре перевожу я это понимаю я и я же с эмоциями ей рассказываю но как-то стараюсь это все хотя и она за толстый безумно сложно переводить у него очень много речевых аппетитов когда пример там звучат ручьи да у меня расцветают деревья там растут все трава когда деревья трава фактически одним жестом обозначаются все и допытаешься и как-то там потом так сидишь и ждешь когда уже это все закончит описывать это чтобы и дома рождет думать ну что почему молчим то что-то молчит ну какой-то аристка нормально вот и нормально сейчас мы натянем чтобы не это наверх вот коды да ну понятно ну вот а что подростковые у тебя как вообще вот ты же закончил я так понимаю этот вуз нет кончик колледж со швейными делами связано ну и там вас девочки в основном были до 25 человек и ним же 15 было под конец учебы все девочки до 1 был один мальчик такой ханурик понятно ну а так у тебя есть как вообще тяга к мальчикам то имеется виду что нету нет не по крайней мере пока я хочу посетить в уголке что меня это не дорогу спокойно почитать книжку понятно а в чем проявляется ты говоришь гормоны в чем это именно про то что типа я сама сама все хочу сама хочу все это добиться сама хочу все понятие не надо пожалуйста ко мне лезть советами такого плана мне были противления с мамой спорила на тему она когда училась в этом классе когда стал вопрос куда мне идти дальше мама часто была не косвей непеременчиво сначала иди в 11 класс ничего не сдашь на него не поступишь иди в 11 класс либо и ты поступишь ты сдашь иди в 9 класс слушай так и у нас это тот а я еще мне 15 лет и все это нафиг это учеба зачем мне это все надо мне это все не нравится проблемы с одноклассниками вот ведь молодец достал все таки высчитаться на я открыл чтобы жарко не было и запустили левиафана так сидите не сеть не будет сидеть вот ну понятно все надо съесть обязательно микрофон вкусный не такой инстинкт трех мышек поймала молодец ее надо запустить туда к дяде игорю надо вас гуляй ася все да вот ну понятно ну вот у меня лишь филологический факультет было там все девочки у нас было несколько мальчиков но нет не да не такие не ха норики но было мало тоже нас мальчиках ну я повидал но как-то господь сохранил тоже от девочек нет умоляю вас у них не настолько в женском коллективе то что ты вот общаешься с девочкой ты тоже знаешь что за твоей спиной она что-нибудь про тебя скажет они будут обсуждать я за своей спиной я это уже давно поняла и вот это раз то что я поняла в своем общине то что никогда не надо ничего мы говорить ни о ком возьмите боль за спиной есть хоть что сказать скажи в лицо не но исследование расследования ты правильно говоришь это надо на работе поговорить какой он там с родителями посмотреть с друзьями там да это с точки зрения божественно с точки зрения мирского тоже чтобы риском то докон разбрасывать носки лево на право ты наоборот этого не любишь разоргаетесь пухопаха разведетесь первой же неделю брака но и в этом же смысле каковы конфликты будете споры лишь решать какие у вас там внутренние семейные правила будут сразу же с первых дней кто там какие-то пытовые вопрос кто-то готовой кто посуду мод там стирает будет такие вопросы как будто заниматься детьми бы как бы заниматься детьми люк он вспыхнется на тебя и скажет ты женщина давай занимайся но заранее ты все не предугадаешь ну я хочу максимально я хочу даже специально ставить список вопросов которые у меня будут потому что ну я не хочу чтобы было так же как было у меня в семье но ты знаешь вот самопожертвование даже хорошая добродетель такая принципе понимаешь а вот это как это я я пришла любить меня все и делайте для меня все это ну как вторая крайность но я понимаю что это комары откуда их столько взялось добро пожаловать барнаул нет а здесь мы еще сидели не было а вечер же они сейчас у них самый пик можно прикрыть там что ли эту сейчас еще немножко с тобой поговорим и отпустим тебя спать на тро утром завтра вставать мне сказали что мы будем высыпаться ну встанете выспитесь я тушу выходной у вас крайне у меня завтра будет входной и позавтра а чего у тебя а ты работаешь же в этом музей музею дамы отдыхаю и как те в музее как интеллигентный коллектив довольно приличный мне достаточно много энергии я успеваю все достаточно сильно забыв чего и бывает забывая что-либо и россии а так сочнее от этого не избавиться коту как нравится микрофон ну вот так вот она все что двигается неправильно лежит все загребущие лапки и ну хорошо что я носки не разбросал у меня уже плюс один есть так сейчас мы с моим носком было тут так ну понятно но а в целом вот ну тебя есть чем сравнить я условно говоря вот из с верующими с неверующими общаешься все-таки тетяга ты понимаешь что верующие не просто так это картонки ходящие конечно нет я понимаю я работала в отеле когда подрабатывала я видела что там скажем так женщины бальзакового возраста и тургеневского возраста вот так вот скажем и они умудрены опытом всем этим остальным у них есть разница первых анка алкоголь у них она за милую душу когда только дай повод да это страшно это вот нет рус достаточно сказала откровенные разговоры даже так надо сказать которые мне не свойственны потому что я вообще стараюсь на тему не ни с кем не разговаривать лишний раз много но вот ну и обсуждание до спиной обсуждать это за милую душу все таки мы закроем они оттуда летят интересно как ну увидел где-то открыто окно еще с колорами будем кормить и ночкам прямо наши этот беседа превратилась комарина и пиршество пишет туда вот так ну хорошо но этим самым нож значит отвергнись себя ты же слышала ну и как это у тебя не получается пока да наверное нет скорее возьми крест свой следуй за мной то есть ты на первые застряла ступени пока да у меня больше бытовые вопрос сейчас волнует стиль и покушать где вам добыть сюда так быть куда купить одежду я же только вхожу с вами так самостоятельно жизни без мамы без папы без братья без сестер и ладно понятно фактически же ладно ну да кажется водится ну и сама хочу такого побыть 1 ну чтобы так иметь опыт жизни такой понятно ну а братья сестры чего у них как ты оцениваешь сейчас вообще по духовному кто-то вообще тянется тройся она с присущей ней подход и маму нашей такая пробивная упрямый своим мнением голове а завтра фрося как ты думаешь будет на богослужение и воскресенье или как она не ходит она ходит во не будет у него экзамены мне звонили сказали ребята ребята не знаю это как у них получится что они живут далеко очень и не всегда получается у них есть храм поближе и они могут удаст ходить но фрося она пробивая на библию пробивает она или не она же занимается тора еврейское столкование читает ой-ой-ой просто нами размышляет нее есть такое подожди а почему именно тора почему не он решила таким путем пойти на нас вышляет почему евреи имеющий бога с испокон веков считай и не верит ниже нет веры как таком у них есть обычаи традиции семьи вот эти вопросы заняться что у них есть того или у нас есть того чего нет у них или у них есть того что христос это ясно а можешь что-то другое например что интересное у них немножко по-другому это творится лечки завет у них по-другому что то есть что-то другое есть на этой занимается она хочет сама пройти фарисейский путь так да такое более скажи так книжный такой а при этом ветхий новый завет она уже прочла с толкованием или как как семьей прочитали скажем так несколько лет читали и вот и все прошло ну то есть она уже знает толкование златоуста фиафилакты и уже нет хода по ходу это все изучает только на занятиях толкование изучает пусть сама что-то занимается сама думает на эту тему сама вот во всем размышляется короче пытается мороза браться всем этом ну да и вот это что-то взяла себе такое ну она решила таким путем пойти понятно ну ты видишь ты как тебе сказать знаешь есть примеры когда теряли веру люди продолжали все равно молиться читать писание господь потом так укреплял и благословлял и это через это как раз он действует поэтому ты ну продолжай даже ничего такого нету например то есть это понятно что ничего хорошего нету что у тебя сейчас тебя никакой стих писания не касается да ничего хорошего в этом и не нас кстати главный почему дети рожденные православные верить потому что у нас у нас всего этого есть ранее молодец и когда человек приходит новый воспринимает это по-новому он радуется так новое рождение новый человек он все смотрит с открытыми глазами открыв рот слушать но ряда такие способными сидим и думаю на эту тему и на него конец как она нормально потому что у вас уже у нас уже не удивишь мы слишком все это было с наших действий плюс бывает такое что подростковая почему многие дети в подростковой уход потому что они видят как живут другие брюки носят нам нельзя будет носить они красятся нам нельзя краситься не от мяса не постные дни она нельзя есть почему и можно нам нельзя чем они хуже лучше их начинается вот такое противление но а вот хорошо антони сушки тоже говорит что заповеди все вот эти которые нам даны это же просто возможность тебе показывается какой бы ты могла быть то есть блаженный изгнанной правды ради ну то есть вот у тебя есть вариант сказать правду или не сказать и быть изгнанной или не выйти изгнанный хочешь ты быть блаженной или не хочешь или там блаженные плачь и о чем плачь и Ну, понятно, что о себе, да. Ну, ты можешь плакать, а можешь не плакать. Ну, ты увидела, ну и ладно. Скоро бывает, наверное. Ладно, и пошла дальше. Знаете, когда крещение, поедете на крещение, там, будете... Я когда смотрю, как люди радуются, иногда даже тоже хочется так, чтобы в взрослом возрасте сознательно все это пройти. Я даже не помню, о чем. Там даже фотографии мои нет, как меня крестили. Но это рождение свыше, видимо, не было у тебя. Да, у меня не было этого явления, потому что... И когда они все радуются, когда это проходит, все вот это вот явление, очень тоже хочется там почувствовалось, побыть в этой школе. Ну, я не могу, потому что я уже обрешенна. Ну, так почему? Можешь, можешь, почему? Вот оно и рождение будет у тебя. Вот, скажем так, ждем этого момента, готовимся к этому моменту. Ну, ждем. Это просто вот ты будешь размышлять, когда над писанием, он и придет в этот момент. Он же сам по себе, он же не будет тебе навязываться. Все стою, в откровении написано, и стучусь. Кто откроет, будем вечерять. Да. Поэтому тут от тебя зависит. Скажу так, для меня лучше, когда человек прошел уже в взрослом возрасте. Ну, понятно, да. Да, он прошел все стадии. Ну, так и приди во взрослом возрасте. Тебе никто не мешает. Да. Приди. Ничего себе, у него хватка стальная. Да, хорошо, кусает. Вот прям комары мощно нас ускоряют. А, это у нас, у нас дома такие собаки живут. Вечером вообще блокада. Выходить из дома невозможно. Да. Там не спрей, ничего не помогает. Только спиральки вот эти, которые дымящиеся. Все. Ну, все-таки надо просто... А врезка, когда ходишь, одеваешься на шапу, смарливаю, это сетка джинсовая. Джинсы, юбка, джинсы, это печатные перчатки. Полностью закрываем тело. И пошли в лес. штаммка вашка комары это поводы там все кусает вот их очень много сейчас потеряет купоеду надо будет что-то придумать и но вот марлевая шляпа шляпа у меня есть как совет такой спиральки спиральки куда я буду со спиральками ходить тоже до дома можно где-то дома да да ну там сетки до крови понятно ну чего я тебя желаю в общем все-таки прилепляться к богу потому что конечно тебя мир затянет ты со своим списком я вот сейчас уже говорю это очень наивно я знаю что это наивно но не тоже если скажем так список требований камней которые ты можешь ты можешь как вот не то что список прям ты ты мне должен вот это я тебе взамен вот этот торг торговая обменная просто я боюсь а ты можешь просто видеть какие-то черты человека что он верующий предположим что он не пьет что он там не курит что он мой отец тоже был верующим это во-первых я знаю что это наивно на я просто пока боюсь я очень боюсь этого нет осторожность нужно как раз твоя самость у меня не осторожность у меня на страх и на страх повторить эту историю и вот этого пока контакт но это у всех такой страх кто прошел через это да неизбежно просто вопрос том что бороться да это надо просто по с такими же пообщаться людьми которые уже создали предположим семьи понять что есть таки да конечно есть я знаю что есть но я таких людей к сожалению встречала почему-то который вот с контакт с такой же семьей у которых отец тоже этим делся интернете где там питают видео что там в ютубе выкладывают там историю там в комментариях рассказывают а живую я думаю в барнауле здесь полно таки дал барнауле полно но мне пока не встречались почему-то встречались более-менее нормальных семьях у нас в москве продолжим есть целое направление священ как бы священнослужители работают конкретно с этими категориями людей которые таких 100 семьях и я думаю что у них большой опыт и здесь наверняка тоже есть что-то у них надо просто найти тебе ну а главное это понимаешь господь то он тебе он живет твое сердце есть ну просто проси молись о своем муже например ты о нем молишься или нет я скорее молюсь чтобы пока мне не было потому что вот ольга юрьевич она говорит мы мы всегда молились за мужей наших детей ну то есть чтобы был он есть где-то там ходит а я уже за него молюсь просто за него молюсь чтобы господь его всячески умудрил укрепил такое тоже дело я вот про за жену тоже не молюсь пока хотя мысль хорошая такого пока у меня было ну что еще ребенок я еще мультфильмы смотрю и сказки читаю детстве но ами от зайки досмотрел эти деньги мультфильмы у меня сестра и вообще любит этого режиссера она очень она играет и себе если не поступлю на врача поставили поставлены аниматора но очень даже это несколько секунд нарисовала себе вообще люди рисуют в этом стиле аниме у нас преподавательница куда это нашем колледже нам было за это никакого аниме никаких анимешных глаз ничего такого только хардкор натуралис ранен только так лучше вообще глаза не нарисуй но только не аниме на штат это эстетично до нашей профессии ну понятно да ну это ну она по-разному можно и так это нарисов мастера рисует аниме она смотрит аниме некоторые фильмы как в точке зрения аниматорами как это свет к шестурах христианских очень много мультиков хороших права не на английском часто но ну для нее я думаю это если скоро не будет проблемой дай бог выучить если захочет она может это сделать но очень талантливая девочка девушку да ну что ну хорошо но спаси христос за беседу может быть еще потом ученик подумаем что-то тебе в голову придет захочешь рассказать самое интересное не знаю что там как-то творится в головах мы ребят мы об этом не рассуждали об этом не говорили вообще не об этом говорим всегда когда встречаемся с ребятами так может завтра если они будут поговорить с ними знаете я не хочу об этом говорить это честно что у них творится в голове у ребят на эту тему на тему что у нас было в семье что потому что это было и дай бог это пройдет и мы забудем но это урок но зато мама взяла клятую среда что мы ни капли врат не брали мальчиков моих братьев вот такую по крайней мере не за это когда точно не делать урок это урок и надо его просто просто усвоите и не повторять больше если такое произойдет то я первое кто в этом заговорить ребят что среди так ребята будет нести также как отец у них произойдет я первая кто скажет об этом даже если даже это мои братья конечно нам сказать как то что мы буду его первое вразумлять и вообще договаривать что защищать его жену и жена или уже очередь да потому что будем молиться о вас потому что это такое дело ну это дай бог это было скажем так отец некоторые моменты даже был нормальным до ухала у нас мама была которая заменяла все знали что нас животными разговаривала нет вот она разговаривала животными так оказалось что нас коты очень неприлично высказываются малого это шуши лянут а крысы дают свои детском колыбельки по ночам и имена им дают по цифрам а улитки по ночам очень сильно топают как мамонты то есть она понимала их язык даже не то что она мысли можно сказать читала и чувствую ничего себе да да вот это вот у адама было видение такое он нарекал имена да мама у нас семена миска для животных тоже интересным было то что никогда не давали человеческих имен у нас был капец кошмар карась была балаха это скотов хам хамса вернее рыбка хамса киня там дик да киня давали сути скажем так но это вообще это первый раз такое слышу но то вот это от бога ветеринар настоящее такое было 6 летнего возраста у нее но у вас ни у кого такого нет немножко понимает эмоции животных немного на москва например он целой он там такой ему больно такое может сказать а при этом по внешне непонятно что животное непонятно это не скажешь он там думает хотя игривый а чем он думает надо лямку лямку надо сейчас дали можно представляешь это гривую часть меня и на и убивает ну может этот реки ти китае да вообще так что вот павел островский есть такой священник он и ире и ирей по-моему сейчас у него сейчас есть выходит видео помолчим что ли называется и там приходят подростки очень с разными вообще историями я не не сказал бы что я там что-то могу для себя увидеть но может быть просто увидеть там в основном знаешь вот у детей перекос мозгов происходит либо они феминистками становятся девочки вертикально до либо там еще что-то сейчас очень модно про этот лгбт разговаривать почему-то среди молодежи все эти садомиты запретный сладок так о чем запрещено говорить сейчас законодательство нашим и запрещается везде и родители запрещают они об этом и говорят просто о чем там говорит это просто разврат или все это так абсолютно во-первых а вторых противление когда тебе 16 15 14 лет у тебя прям бунт против родителей вы так делать если не так я не знаю я хочу знать как лучше меня добыться это все и идет такой вот как будто вы не были подростки говорят это плохо пахнущие зачем ты долезешь ты нет я все равно измажусь корове буду радоваться потому что это противление ну понятно бунт у меня такого прям не было мне кажется у меня был в чем-то там в другом какой-то себя какой-то бунт был всегда ну наверно был это уже водят взрослые считаешься взрослым хотя некоторые считать я ребенком все не нравится это когда давать имени 3 это потому что это плохо душа почему плохо а почему это не поэтажно сахал я почему это плохо тоже не позволяет являться в этом надо говорить почему плохо объясняю так старой советской закалки и родители не зачастую не говорят об этом когда можно просто подойти поговорить с ребенком они сказать так потому что плохо потом наказать за это конечно сделает так и будет в это как те на 5 на врага народа и вас будет вражеские отношения с родителями ну нет вот это то что не говорят это есть такой максимов он вроде как тоже православный но не знаю уж как он православный но вроде как верующий не знаю я с ним не общался просто лично ну и вот он говорит что мы не разговариваем друг с другом вообще практически то есть это не этого культуры такой даже в россии почему-то потому что родители старшие мы же старше мы же вас родили вы нам обязаны вы должны выдел так делать не так потому что я так сказал и но палец в розетку ты совала два пальца вот тебе повезло потому что говорят не суй пальца в розетку потом потом сунешь но потом ты это самое ну что хоть и зацепился за что но под ты сунешь а потом это самое у тебя шабанет током и ты уже пойми шоу не просто так сырали поэтому те как в основном люди которые те говорят они же любят они же не то что тебя хотят ну сейчас мы и на футу нам не разговаривал таком плане с не пойду мама так не бывает раз как после когда стала старше вот не было лет 13-14 стали с ней разговаривать а до этого у нас дети были ребята мама зарабатывает пыталась заработать этом тоже в школе косячила там дробат это сброс на слуху все время время на косячим правда брат урок сорвет случайно я там понятно бывает это такое учу я тоже поругаюсь кем-нибудь с иноклассниками особенно понятно ну часто уже вроде как устаканиваешься ты ну да я устаканиваюсь вроде как немножко запаздываю конечно в ментальном развитии так скажем нормально ничего ты главное я говорю прилепляйся к богу остальное уже он сам сделает какой вкусный тапок но и просто погрызть на начата зубки чешется очень хорошо скоро зубки будут выпадать у нее зубки выпадают и у собак тоже выпадает зубки ну тапок очень хороший но понравился и ну не видимо всех мышей переловил она где-то еще добыть что грязи мне видишь как вот дверь закрыли комары пропали очень хорошо а я забыла закрыть окно сейчас буду спать с комарами но так ты их выгони у тебя же есть этот наверное не какой-нибудь фумигатор ну так их этим полотенцем коридор ну и что они еще пусть будут отчеты помахай вот так и они туда вылетят а потом и комаристы есть конечно но я в подмосковье бывает живу когда есть никуда денешься от них здесь сейчас у меня атаковали прям я забыл уже как свежие новое такое это вот и привыкаешь на ну я уже привык у меня если у меня к лету все руки не будут волдырях и ноги это начали там не зналось ну то есть не адаптировалась до сих пор не трудно переносить лето как сам как таковой факт это что очень жарко как будто вот кожу хочется себя снять уж так жарко я тут недавно тоже велосипеде купила же поехала я вареный как рад было потом всю ночь чесалось нужно очень жирко зато зимой нормально холодно ну хорошо да ничего страшного куток потеплее по теплее там что денешься пойдешь все а летом не так просто скрыться покупаться по части да да не было бы дома я там на руку кормка муров кормить ходила бы лес в речку там вода по колено не утонешь твои 2 этапа кому больше понравился но есть все нравится планы чтобы двигались и у покините чем нет и все не лапки на теряться тяшатся но ты вообще так вот про будущее думала или про кай живешь с но работаешь в сфере культуры и смотришь там дальше на ближайшее будущее скажем так у меня есть какой какой планы а потом есть несколько вариантов развития событий хочешь говорит этого насмешить бога расскажу на свои планы да да но ты как прислушиваешься вообще то есть бывает знаешь за что-то начнешь собраться и смотришь что-то не получается ну именно то есть молишься об этом не молишься я молюсь об этом я молюсь когда хочу мне надо важно что-то получилось я всегда благодарю я вообще молюсь теперь экзамены перецеструю я молюсь за нее я стараюсь вот своими словами чтобы именно делал был с богом они тупо очки не молит без эмоции без мысли никаких вот ну и стараюсь общаться как-то у меня были такие он когда мне прям общалась скажем так своим как монолог было мне ну а ты вот смотришь на неверующих тех вот мне просто сейчас я ехал мне даже так жалко стало в поезде там я смотрю ну как будто это мертвецы и живые тех кто ко мне близок из неверующих да я с ними на эту тему уже разговаривала то есть они сейчас живые но видно что уже они как бы на заклане и такие да не я когда подумаю о том что можно позвать и что если только она умрет человек это моя подруга близко мы с ней в области выросли соседние домашние вот я вас и думаю что с ней произойдет и тревожить как сестра мне вот мы как ее никак не как не увижу то есть она вот есть к семье родилась вот у нее как-то нету надо ты чтобы я пойду к нападу право на редко ход правильник я хожу специально настроение скажем так но верт от слышь не слышно слова я с ней разговаривала мы с ней сказали это не про библию когда встречаюсь не разговариваю рассказываю но у нее есть во первых недоверие из-за того что происходит новостях в московской патриархии во первых а вторых она считает то что у нее но верующие в душе то есть меня не трогайте я ничего не буду исполнить исполнить что мне нравится если я прекращусь а где-то там перед взаменами и все потому что верующий в душе господи помилуй это все безбожники на этом застревают туда не надо ничего делать чего отец просит небесный от тебя ждет точнее он не только просто ждет возможность у тебя есть ты хочешь быть сыном божьим исполняем не хочешь я с ней уже общаюсь считаю сколько около больше десяти лет мы с ней общаемся те собой видишь надо с причем не пройти и за мой разобраться в себе надо его в вере тоже что принять эту веру но у нее есть я который ну к не скажи так как живет что у меня есть если разговариваем обидно мы с ней даже суда некоторой степени надо спрашивать что-то вот а дальше этого не заходит пока умение перенести на сегодняшний день и семья такая мне тоже своей заморочки в голове есть которые не дают ей вечность понимаешь перед нами вечности конечно я понимаю они живут верующий живут настоящий у них нет понятия чтобы поставки не верующие да когда я рассказывала дяде своему то что говорю ну чтобы после сменивает и ты думаешь о том что ты умрешь так-то он там чуть не на мой маму то в порядке на дикого человека думал что она чуть не надо хотел органы опеки вызывать на эту тему как так-то думать о том что ты умрешь ты рассуждаешь о смерти ты а он не думает об этом я говорю вы не думаете об этом любите ли все все это не думает никто об этом на сексе не такие да и мне это вот у тебя видишь даже ради них ради них стоит тебе это самое изучить получше писание и в отношении вступить с богом настоящий они так на удалении там что-то слышала с детства ты считаешь что ты как будто и не было ничего у нас по маме на линии в семье почти это всех около четырех детей первая девочка потом остальные мои мамы например и и она 3 от моя сестра а у нас у них тоже семье девочка мальчик девочка-мальчик а моего 2 и родного нельзя братья мои 2 дяди получается у него девочка-мальчик девочка мальчик мальчик и моего дедушки девочка мальчик-мальчик мальчик запутался ну короче все четыре ребенка 1 сюда девочки как интересно девочка до девочки такие были по сморишь мученицы софия и и проще то матери мученица и нафа ей было дева и было около 15 16 лет вера надежда любовь и матери к софии что вот и про них до читала превращение девочки но говорится этих как забыл уже виде его нет ой забыла которая ветхом завете по гонению забыл как называется книга как так то это моя книга ну ничего вспомнишь потом про который продали в рабство сумме гонения когда были на этом у евреев то это евреи в евреи только ногу не трогай не крыть я где крыть я нет короче ну ладно расскажи суть и что там было что мать при этом привели мать семьями детьми сыновьями сыновьями как их казнили всех в очередном учили пытались чтобы они съели это мясо сильно свиное самого младшего тоже которому было меньше семи лет но верно рассказываю что страдали ну да моченицы голову отрубили ну видишь вот отрубит ли нам голову или мы сразу сдадимся скажем ну ладно нет ничего вот понимаешь если ты не не твердый в вере то это сдашься в первой жизни сдашься время к сожалению так и есть вот надо помнить постоянно вы знаете тоже рассуждать под этом тут и на таком сфере типа я и либо сдамся либо я вот нет крепко когда они не наступят ты не знаешь точно что там будет упование просто на бога потому что если упование у тебя нету это силы потому что когда пытали сказывали что они чувствовали более на бахан давал это забытье да а я другие которые знаешь ввели на казнь двоих и один говорит и ты ведь прости меня брат прости они там ссори были и он я тебя будет прощаю а ты и ты меня простил нет я тебя не прощу этот который не простил он отрёкся вообще а тот который просил прощения он выставил как мученик прославляемый теперь то есть вот не просить кто прощает брату тому прощено будет а кто не прощает то все год раз остави нам долги наш как и мы оставляем должником а чего он не оставляет и все долго так показывается да слушай а вот это откуда возникло это тоже это такой жаргонный но жаргоны это язык жестов именно есть классические жаргоны классическим более 100 рублей там определенного корпоральную руку держать а жаргон на более свободный да вот именно идет движение которое есть в обиходе людей ну потому что я то не знаю язык жестов но вот это все знают это все знают потому что воротник там заложить забрать нет да 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 за это тоже она на не жаргонном языке жестов это как будет также точно так же да точно так же так что там у него тоже очень интересный язык тем что некоторые жесты означают это тот жест это буквы да а еще это значит окно а это вот ребенок окно ребенок а ребенок потому что качает а господь как будет господь бог вот бог вот христос либо вот так либо вот так но некоторые это так я так привожу христос бог то есть буквах и руками крест крест и потом вот так да да ничего себе да а когда говоришь господи иисусе христе сыне божий помилуй нас это словами христос сын божий помилуй нас а может туда показать христос сын божий помилуй нас а я как вот а любовь как я люблю богу предположим я люблю бога самый ходовой жест это приветствие как еще приводится как жизнь ну когда тебе желать жизни когда с тобой давайте уханимы и спасибо но спаси христос тоже но он будет да спаси христос так будет спасибо спаси христос и тоже так же будет вот так 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 и так и так а здесь кулак можно оставлять кулак не так правильно учили меня так всегда было так вот мама наоборот делала так вот слушай но только ты же можешь быть благовестницей среди глухонемых учет это не рассматриваешь ты как-то так я не особо общаюсь не храма глухонемыми ну так вот я тебе говорю там же может наверняка я понимаю что у тебя есть пример пример зажатость и подтянешь язык как раз у меня стереотип о том что если папа на такой вот она все глухонемые точно такие же нет или нет такого просто машине же перспективы в этом плане тоже для меня лично то что как это я буду проповедовать и как я буду в центре но они нуждаются они нуждаются в теле вот чем делать они нуждаются в боге а ты можешь отдать его вот чем дело ты с этой стороны подумай да и насчет то что меня была установка то что вы на ухо него для меня в жизни вот такой норме топа пантоваться и ставку переводить ему где-то вместе поехать и перевести разверни это на бога подумай притчи пройди притчи этот можешь рассказывать да то я подтягиваю на ютубе смотрю виде там есть канал такой я нашла где женщина целом и переводит вот это ее фон перевод ну солом сочетать она жестом она быстро говорит мне там это очень нужно же некоторые жесты сразу это по нему вот это грех вот а мученик вот а покаяние как бы ты как бы себя сбрасывал покаяние простите покаяние вот это вот такой жест один слушай но это вообще у тебя такой у тебя такой потенциал дан здесь на эту тему вот здесь у них где-то вот есть не было кинести стопудово будем лечить вот теперь пошло мне ты же моя красавица ой такая шиботная скоро успокоится да да подрастет чуть-чуть но приоперирует думаешь да но вот так бы нужно не знаю я с этим вопрос мы в семье никогда не я бы не заводил бы и не делал бы моя синема никогда не кастрировали у нас такие у них любит а были котов у них ор и снять этот квадрат мартом это называется песня одинаково кота 1 вот так он поет нет это хорошо хотя бы счастливы в каком-то смысле что его не решили этого наш кот видели белого кота то здесь сейчас нет не вот увидите он нормально взятого сына лухой немножко все равно но он очень сильно возмущался когда это все происходило операции наши коты они такие тоже они полугромные такие полу дичь ники летом они всегда уходили далеко и далеко в лес зимой приходили не дай бог ты дашь ему один лоток на двоих то вообще нет ни в коем случае они не будут ходить не ходит будет ходить в тапки и куда-либо другом месте но не в лоток конкурента их коры в марте вот эти вот сдубленные шерсти между собой но не привыкли и выживались их не было выбора все коты почему-то были настолько новое по части кофе было за всю жизнь они не хотели увижу тебя зачитала с животными таланту хотела быть ветеринаром она сказала что ни в коем случае чтобы эти титана надо жестким даже некогда стать не жестоким это вот этому милому зероюшками будешь лапом потерь ему смотреть несчастными глазами тебя рука дробнет ну и плюс вот за почек есть некоторое заболевание у животных которые могут сильно ударить по почку мне собственно говоря ну и мама сказала мне лучше ванька у него есть талант лучше чем у тебя я послушался это счет понимаю что правда я бы не стал я не смогла бы я конечно не более хладокровно чем некоторые когда надо что-то сделать я так пожалуйста а когда прям убирать сама оперировать там делать больно и вот чтобы потом как вот я знаю духовное врачество тоже сначала больно человеку а потом но просто животное не понимает этого она думаете сама вылечу себе там лапу ампутирную приклею как нибудь с минами и языком всем всем на ухо на одном живи там алина до оборвать то все это на год калеками сюжете и жалко ты представляешь что будет с этим потенком те 10 лет на маленький ну либо он наоборот будет бегать но тоже да у нас кстати был колик роли которые мы обмутировали на сломал открытым переломом назвали сильнером жил потом суп попал конечно нужен ну да вот главное нам суп не попасть потом до предстанем там чем мы там скажем но у тебя явный талант благовестия среди глухонемых ты просто не не зарывая его ну ничего что у тебя нету сейчас набора этих всех ты постепенно втянешься и можешь их там заквашивать и наверняка здесь есть целое общество ну да да и ребята девчата там не знаю где есть общество мухонелых я там как-то не делал интернете может приеду поговорю с ними как не знаю как это вообще будет происходить и это те когда хотела поступать я хотела коллекционное преподавание какую поддержку то можешь найти на коллекционное преподавание хотела поступать именно вот ну не прошла по банку было 26 я вернее поступила на платный на бюджет не получилось ну может сейчас под боже поступишь не знаю буду ли общешь тем пока занимается у меня пока здоровье не позволяет мне долго сидеть вот потом поправлю не буду заниматься понятно сейчас мы тебе теперь посидели долго смотря все уже ночью поздно спаси христос